Сегодня мы продолжим изучение Роша к трактату Мигелая. Урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасению всех заложников и раненых, и чтобы наступил настоящий мир. Мы дошли до 11-го параграфа. Мы дошли до 11-го параграфа. Мы дошли до 11-го параграфа. Позиция Хазана Кнесет не факт, что она была подобна от позиции Хазана сегодня. Сегодня Хазан это тот, кто молится, шляхцебур, кто молится для всех. У них тоже была позиция Хазана, но не очень понятно, то же самое ли это было. В общем, Хазан в синагоге. Хаумед Лекрот Экхад Хомед Уми Хазена Лапшу. Когда он встает читать, кто-то стоит, видимо, рядом с ним. То есть нехорошо, чтобы он стоял один. Даже когда читает сам Хазан, все равно кто-то рядом должен стоять. Видимо, это имеется в виду. Ат Шейкра пока не прочтет. Теперь, как сидели в синагоге в те времена? Сегодня тоже в многих синагогах именно так садятся, как здесь сказано. Что старейшины сидят впереди. И сидят они в сторону народа. В смысле, что не все сидят в сторону... Ну, для нас на западе от Израиля на восток, да, обычная синагога в идеале в Америке строится в сторону востока. Потому что там земля Израиля, там Иерусалим и храм был. Так вот, мы могли подумать, что когда садятся, тоже все сидят в сторону востока в одном направлении, да, в сторону вперед синагоги. Оказывается, что это не так. В Шмонесле, конечно, все стоят в одном направлении. Но в остальные времена старики садятся наоборот. Старейшины садятся лицом к народу. Ну, чтобы их видели, это, так сказать, как-то впечатляет. Люди тогда не будут болтать во время молитвы, может, из-за этого. Тут не кажется, почему так садились. Но старейшины, раввин, часто сидят, наоборот, лицом к своей общине. Смотрят на общину, и их видят община, и будут тогда более серьезно себя вести, наверное. Значит, старейшины сидят, их лица в сторону народа. Клафи хам. Вяхареем клапи акодеш. Соответственно, они, получается, спиной к святой части синагоги. У Кешиманихим хатейва. Кстати, интересно, когда-то был в древнейшей синагоге в Израиле, которая, наверное, две тысячи или больше лет. И там именно так поставлено, вот здесь, там, прямо из камня все, скамейки, так сказать, просто часть самого здания. И там только вот так вот сделано, что впереди сидят в сторону, наоборот, середины. Не в сторону, не чтобы все сидели в одну сторону. А народ, соответственно, лицом к старейшинам. И так же, когда коины благословляют народ, разумеется, они стоят лицом. Когда благословляешь кого-то, нужно стоять лицом к этому человеку. Кстати, и люди, которые получают благословение от коинов, должны лицом стоять, как говорится, в трактате Сота. Многие люди это не знают. Есть молодые люди, у которых нету талита, и они, чтобы не смотреть на коинов, поворачиваются спиной коину, когда он делает броху. Так вот, это неправильно. Можно закрыть глаза или смотреть вниз. Действительно, на руки коинов не следует смотреть. Это тоже сказано в Талмуде. Но, по крайней мере, поворачиваться спиной, это неправильно. Где вы видели человека, у которого был совет, а он к тебе спиной повернулся? Так вот, значит, все это рассказывается здесь, потому что мы видим, что важнее, чтобы люди стояли лицом к остальной общине, в данном случае коины, чем то, что они будут из-за этого спиной к святому месту, к синагоге. То есть, не считается неуважительным, что они спиной повернулись к ковчегу синагоги. Могли подумать, что не следует спиной поворачиваться. Оказывается, ради таких митв разрешается. Значит, ахорейхем клафея кодыш. Хазан окнесет виколь хаам. Пнеем клафея кодыш. А вот все остальные, хазан синагоги и весь остальной народ, они сидят, наоборот, лицом к святому. Шенемар. Что народ собрался к входу в шатер откровения. Это все было в Бавилонии. Теперь следующая часть Тосефты описывает, как они в Бавилонии строили синагогу. А именно, их вход всегда был в сторону востока. Ну, понятно, почему. Они же в Бавилонии на западе находятся от Израиля. Так всегда Израиль называется в Бавилонии Маарава. Говорят, Маарава на западе. Израиль это запад, по сравнению с Ираком. Так вот, когда находишься в Ираке, то получается, ты заходишь в синагогу с востока и сразу же оказываешься лицом к ковчегу, который на западе, который в сторону земли Израиля. То есть, все наоборот, чем у нас в Америке, например. Ну, и в Западной Европе, соответственно. Значит, вход был с востока. Они находят, наверное, подсказку, хотя на самом деле это верно только для людей, кто живет с востока от Израиля. Но все равно они подсказку нашли, что вот так было в храме. В Огель Муэд, да, и также в храме в Иерусалиме, что именно в сторону запада было самое святое место. Вот сегодня, да, как называется та стена, стена плаща, Котль Маарави, дословно западная стена. То есть, самое святое в храме было на западе как раз. Получается, что ты заходил с востока и смотрел в сторону запада. А сегодня, соответственно, стена плача, потому что осталась, это как раз самая западная стена, скорее всего, храмовой горы, а не самого храма. Но в любом случае, это с запада, то есть с обратной стороны храма. Оттуда не заходили. Туда сейчас идут молиться, получается, человек довольно близко к святой и святых, но заходили всегда с обратной стороны. Что те, кто, да, колена, которые были установлены напротив мешкана, с киньи в пустыне, с востока от Огель Моэт, от шатра откровения, мизраха, зэгая беймейхем, так вот, Рош объясняет, что это только было в их время. Рош-то жил в Германии, а потом в Испании еще более запад, да, если Германия-то с северо-запад от Израиля, то Испания-то фактически просто запад. Я думаю, что то, что он здесь писал, он писал уже в Испании. Зэгая беймейм шайюмит полилим лимарев, что они, говорит, молились в сторону запада. А валь ануши миштахавим лимизрах, мы-то молимся в сторону востока, лицад эрец Исраев, в сторону земли Израиля, и на всем петах лимизрах, поэтому не делаем вход в синагогу тоже с востока. Да, если ты хочешь молиться в сторону востока, то заходи в синагогу лучше с обратной стороны, чтобы сразу оказаться, так сказать, лицом к святой части в сторону земли Израиля, лицом к ковчегу. Ну, разумеется, не все синагоги можно построить идеально, у нас так много сейчас синагог, которые просто бывшие дома, или даже не бывшие, просто какое-то здание есть, и поэтому там бывают по-разному входы, но вот в идеале вход должен быть напротив стороны, в которую молишься. Соответственно, если молишься в сторону востока, то, соответственно, и вход должен быть на западе. Теперь, говорит, мы учим в трактате Сота. Что пока не закончат отвечать омен, нельзя начинать читать Тору. То есть, броку сделали на Тору, нужно дождаться, пока все ответят омен, и большинство хотя бы ответит омен. Также, кто-то переводит на арамейский, он должен был дождаться, пока дочитает стих, не начинать перевод, пока еще тот не закончил читать. Сначала Балкоры заканчивает стих, потом только начинает переводчик переводить. То же самое наоборот, что пока переводчик не закончит свои слова, не может начинать дальше читать Балкоры. Еще, говорит, мы учим в первом перике, что сказал Равика, от имени другого мудреца, значит, написано, это, по-моему, в пророке Нахемия сказано, что они читали Тору и Мифураш объясняли. Так они говорят, что имеется в виду, объясняли Торгум. Микра, значит, читали, а Мифураш, значит, объяснял Торгум. Торгум же, это не просто перевод. Перевод, значит, объяснение, это интерпретация всегда. Недаром Торгум Ункелас говорится, что он с Гарисинай в каком-то смысле. То есть он основан на учениях устного закона, который с Гарисинай. Так вот имеется в виду. Не имеется в виду давка, что именно сам Торгум был по-арамейски. Хотя некоторые так понимают буквально, что сам Торгум был по-арамейски, уже с Гарисинай дан. Но более логично сказать, что имеется в виду, что интерпретация Таргума на базе того, что получена с горы Синай. Вишун Сехель, это продолжение данного стиха, что они понимали, так сказать, свой мозг, так сказать, на это обращал внимание, понимали, как следует, что читают. Или Псуким, что понимали, да, где именно разделяются стихи. Ведь в Торе не написано стихи, все идет подряд, там нету точек и запятых. Но это все часть устной традиции, то, что называется Таамим. Соф-пасук, это тоже один из Таамим, как бы то, что эквивалентно точке в других языках, да, у нас это Соф-пасук. И есть определенная нота на это, и, соответственно, это все часть устного закона. Вая вину бе микра зе писук Таамим. Вот дальше как раз, да, что они понимали микра, имеется в виду, что они знали Таамим тоже, что все это было по традиции у них, как правильно читать все стихи. Виамрила зе хамисоры. По другим мнениям, это мессора. Следующее. Амарав танхум, амарабиошуа, бенлеви, хамавтир и намавтир, адши иглоль хасефер. Что мавтир тоже не может и начинать свою хавтору, пока не завернут, не закрутят назад сефер Тора. То есть сначала заканчивают чтение Тора и полностью закрывают, а потом уже читают мавтир. Еще говорится, что нельзя уходить, когда сефер Тора еще открыта. То есть люди не должны уходить из синагоги раньше времени. Иначе, как сказали они, бросающие Всевышнего кончат плохо, будут уничтожены. Дальше говорится, что Раби Абову вышел между вызванными. То есть между льет, если очень требуется, можно выйти. Можно ли выходить между двумя стихами? Тейку. На это оставляют тейку, то есть не знаем ответы, значит не следует. По-моему, от имени Грая видел, что, имеется в виду, когда у них переводили на арамейский, тогда шаих спросить, можно ли во время перевода на арамейский между стихами выйти. Но в наше время, когда читают подряд, и нет перевода на арамейский, то и без того между стихами никак не выйти. Чисто физически это невозможно. Кажется, как только заканчивает один стих, сразу начинает следующий. Между стихами не выскочишь. Еще говорится опять в трактате Сота. Он все собрал разные законы, связанные с чтением Тора и Гавтора и подобное. У них было принято, что Сефер Тору уносили куда-то на хранение. Так пока его не вынесут, нельзя выходить другим. И вот сейчас Роша это объяснит. У них, говорит, были синагоги в полях. Может, государство нееврейское не разрешало делать синагоги в городах. Непонятно, почему действительно они в полях делали синагоги. Но во многих местах яснует, что у них синагоги были в полях. Было довольно опасно, кстати, там оставаться одному. Поэтому нужно было подождать обычно, если остался один молящийся, а другой, последний уже, предпоследний хочет уходить. Он дожидался, пока последний закончил молитву, чтобы вместе уйти. Так вот, у них, значит, это было в полях. После молитвы они уносили Сефер Тору куда-то в место, где можно ее сохранить, что ничего не случится со свитком Торы, самым святым, что есть в синагоге. Ашмуль говорит, пока не выйдут, видимо, с Сефер Торой. То есть, в смысле, предыдущей мнение считалось, когда они возьмут уже Сефер Тору выносить, тогда могут остальные выходить. А здесь, говорится, пока не вынесут Сефер Тору. В лоплиги, хады и капитха ахрина, хады и капитха ахрина. Что есть разница между тем, что есть другой выход или нету. То есть, из другого выхода можно выходить, даже что Сефер Тору еще не вынесли, но уже взяли его. А вот из того же выхода сначала выносит Сефер Тору, а потом все остальные выходят. Что это учится из стиха, идите за Богом вашим, Всевышним вашим Богом. Окей, последний отрывок перед Мишиной. Еще, говорит, мы там же учим, то есть в трактате Сота. Там же очень много в трактате Сота подобных законов, потому что там обсуждается, что можно говорить на святом языке только, а что можно говорить на любом языке. И в том, что обсуждается Биркат Коханим, что ее только на святом языке делают. И многое другое. И вот заодно там много разных законов, которые похожи на законы, которые мы сейчас изучаем в трактате Мигела. Фактически есть четыре трактата, которые в чем-то связаны. Весь трактат Брахот, весь трактат Мигела, последний перик трактата Псахим, там очень много похожих законов тоже. И вот немножко из трактата Сота. Так что если вы хотите знать, откуда взяты основные источники большей части законов, первой части Шуха Наруха, Йорахаима, они взяты из этих четырех трактатов. Их можно изучать подряд, да, если изучать человек Брахот, Мигела, последний перик Псахим и немножко из Соты, вот этот перик Элона и Мрим, то он фактически основные законы, связанные друг с другом, все будет знать тогда. Итак, Гарсин Антуха там, мы еще там учим. Амарабабарафуна, кивоши нефтах, сефертора, асурли сапек. Как только открыли сефертор, нельзя разговаривать. Афилубедвархалаха, даже о торе нельзя, даже халаху нельзя обсуждать. Шинемар, убепитхо, амду кольхаам. Что говорится, это все из Нехэми, опять же, учится, что когда открыли сефертор, и все замолчали. Говорится, все с достоином встали. Так, Хазаль понимает, что встали не в буквальном смысле, не обязательно стоять, а имеется в виду замолчали. Эйнамида эрештика. Да, встали, имеется в виду, встали от разговоров. Имеется в виду, молчали. Шинемар, вехухалти кило едобру амду вело ану от. Это он стих другой цитирует, чтобы сказать, что слово вставать, значит здесь замолчать. Кстати, есть мнение, что стоит читать свиток Тор и слушать стоя. Есть до сих пор люди, которые именно встают, когда читают свиток Тор. Особенно у литовских евреев, у многих это принято. Но по букве закона это не обязательно, стоять, когда читают Тор. Хотя рема приводит, что некоторые считают, что это хорошая идея. Но в отношении молчать, это без сомнения обязанность. Не можешь разговаривать, пока читают свиток Тор. Да, еще так же сказано в стихе в Нехемии, что все уши людей были к Сефер Торе. То есть все слушали внимательно, а не болтали. Викашелан, есть известная куша. Он уже проводил это в трактате Брахот. Что мы находим, что Рафшешет, когда читали Тору в общине, он просто отворачивался и занимался Торой. Занимался устной Торой. Гирсу, то есть повторял Талмуд. Он, кстати, был слепой. Он все равно письменную Тору не мог читать. Так он изучал устную Тору. Говорил, я своим занят, а не своим. Написал на это Хилхотгдалот. Видимо, имеется в виду Бахаг. Что ты только при условии, что есть 10 кроме него. Что он был 11-й. Поэтому он мог отвернуться и заниматься по каталмудам. Другие отвечают, что то, что сказано в Брахот, насчет Рафшешета, Он говорит, что только Рафшешету, объясняют, ему можно было. Так как он все время занимался Торой, у него другого занятия не было. То, что называется Рафшешет, его профессия и есть занятие Торой. Поэтому он имел право, даже во время чтения Торой в синагоге, заниматься геморрой. А валькулям мало у мистабра киватэгу. Что другие люди не могут, и так мистабр. То есть Рафшешет заключается, что получается, в наше время это не относится. У нас считается, что нет людей, которые настолько заняты Торой, Что были освобождены от других митц. Поэтому лимайсам у нас не разрешают никому разговаривать, Во время, когда читают Тору в синагоге. Единственное исключение, когда, допустим, в Старой Вернаге, Когда в многих синагогах были также уроки Торы, И они как бы не имели места отдельного. Они могли пойти в какой-то другой холл, да, в какую-то комнату, Где могли бы заниматься Торой. Было, что и Шивы функционируют прямо там, где также молитвы проходят параллельно. Так тогда они занимались своим, а те своим, действительно. То есть они с самого начала не были частью Миньона, И хотя слышно, как читают Тору, и как говорят Кадиши, и как говорят Кедушу, Они уже ни на что не отвлекались, потому что они как будто в другом классе, В другом здании. Вот. Но это бедоха, как разрешали некоторые раввины. Но в обычных ситуациях, когда человек занят Торой, Если он не с другими занимается, Это не то, что у них, у тех, и Шивы не было выхода просто, Но в обычной ситуации человек сидит с ногами заниматься Торой, Когда читают в этот момент Тору, он не должен заниматься другими вещами, Должен внимательно слушать, даже если он уже выполнил заповедь слушания Торой, Просто чтобы не отвлекаться от других, Не ставать прецедент, что он не занимается с другими, Не слушает с другими, когда читают Тору публично. И на этом я сегодня закончу, мы дошли до очередной Мишны. Урок посвящался для безопасности на земле Израиля, Спасения всех заложников, кто еще жив, И излечения всех раненых и больных, И чтобы все уже не послал настоящий мир. И в месяц Адар, сегодня вражь ходишь Адар, Чтобы снова сделать для нас чудеса.